Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Омаркетс, оставляйте ваши вопросы, секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. И снова повторяю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Омаркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем аналитический контент, конкретные торговые рекомендации, опирающиеся на технический анализ и фундаментальный фон. Если не знаете, на что обратить внимание в моменте, прямо сейчас, то такого рода подсказки точно будут не лишними. Открыто к предложениям, как и всегда. Если нужно что-то добавить, либо что-то исправить, изменить, мы готовы прислушаться к вашему фидбэку и внести соответствующие правки. Ну что, сегодня у нас не так уж и много значимых макроэкономических релизов, но на один отчет все-таки стоит обратить внимание. Это данные по ВВП США, которые выйдут в 12.30 по GMT. В это же самое время будет опубликован еще традиционный для четверга отчет, первичные заявки на пособие по безработице. Честно говоря, если оценить динамику доллара и то, как он реагирует на сильные макроэкономические релизы, то с большой долей вероятности можно сказать, что сегодня доллар ждет еще одна удачная торговая сессия. Потенциальный рост и, соответственно, еще один отчет может стать дополнительным аргументом для тех, кто уж не знаю по каким причинам, но сомневается в том, что американскому регулятору нужно и дальше активно повышать процентные ставки. Если говорить о текущей тенденции, если сделать отсылку на вчерашнюю торговую сессию, то, конечно же, сейчас на рынках коррекция, о которой я предупреждал. И нужно просто понимать, что коррекция при развитии таких мощных трендов, как сейчас, это, наверное, такое же нормальное и органическое явление для, в данном случае, бычьего тренда, как периодически возникающие мощные длинные бычьи свечки. Не нужно расстраиваться, не нужно паниковать. Я надеюсь, что вы все знаете, что такое риск-менеджмент, контролируете загрузку депозитов и такие вещи для вас это не пустой звук. Опять же, если у кого-то есть пробел с пониманием, что это такое, вы всегда можете обратиться к вашим персональным менеджерам, вам помогут вас проконсультировать. Если с риск-менеджментом все в порядке, то мне и не нужно комментировать. Опять же, вот эти коррекционные откаты, вы нормально с ними работаете и прекрасно понимаете, что пока новостной фон не изменится, а тренд останется прежним. А прежний новостной тренд и динамика для индекса американской валюты – это бычий тренд и, соответственно, движение вверх. Текущие котировки по индексу доллара 113.18. Что нужно заметить? За последние дни прямо участились выступления представителей американского регулятора. И это очень похоже на слаженную работу тех, кто пытается нас и намеряет нас подготовить к тому, что на заседание Федрезерва 2 ноября ставка будет снова повышена на 75 базисных пунктов. Об этом, как вы помните, во вторник говорил глава Атланты Бостик. Вчера это комментарии аналогичные звучали от главы ФРБ Чикаго Эванса и Сент-Люиса Джеймса Набулата, которые подтвердили, что повышение ставки на 75 базисных пунктов сейчас на последующих заседаниях – это не просто уместно, это необходимо, потому что инфляционные ожидания остаются на высоких значениях. Очень сильный релиз вышел на этой неделе по потребительским настроениям Conference Board, который вырос до 108 пунктов 103,6. Можно предположить, что настроение повлиялось снижение цен на топливо и все еще такой горячий рынок труда, который заставляет работодателей конкурировать за каждый свободный ресурс трудовой, который есть на рынке. И каким образом конкурировать? Конечно же, повышать заработные платы. Опять же, можно продолжить вот эту цепочку рассуждений и прийти к еще одному выводу, что этот самый горячий рынок труда и постоянный рост заработных плат. И есть один из основных факторов, который продолжает оказывать воздействие на базовую инфляцию, которая растет. В прошлом месяце, как вы помните, друзья, базовая инфляция выросла с 5,9 до 6,3 процентов. И именно она стала фактором значительного роста курса американского доллара, поскольку упрочило мнение всех, что Федрезерву придется дальше повышать процентные ставки. Последний опрос Reuters показывает, что 2 ноября ставка американского регулятора с вероятностью чуть ли не 80 процентов будет снова повышена на 75 байсных пунктов. Это значит то, что ключевая ставка вырастет с 3,25 до 4 процентов. И в декабре еще будет, 20 декабря, хотя нет, пожалуй, оговорился, 14 декабря заседания американского регулятора последний уже в этом году. Ставку могут повысить еще на 50 байсных пунктов. Соответственно, ставка под конец этого года вырастет до 4,5 процентов. И уже в первом квартале 2023 года начнет претендовать на пробой уровня в 5 процентов. Она точно уже будет самая высокая с 2008 года. И на текущем этапе она даже выше по ожиданиям, чем трейдеры прогнозировали всего лишь каких-то 2-3 недели назад. Как быстро все меняется, как быстро рынок все-таки настроился на то, что политика американского регулятора будет оставаться жесткой. Отсюда делаем выводы, что индекс доллара возобновит восходящую динамику. Морган, Стэнли и ING рекомендуют покупать доллар с целями 120 пунктов. По другим финансовым активам европейская валюта 0,9689. Индекс доверия потребителей в Германии на исторических минимумах ожидают значительный рост цен на газ после того, как окончательно были прекращены поставки газа из России из-за инцидента форс-мажора на очень важных стратегических ветвях северного потока. Я думаю, вы в каком-то формате следите за новостями и понимаете, о чем я говорю. И это ускорит процесс наступления рецессии со всеми утекающими отсюда последствиями. Поэтому ожидания цели 0,95 и потенциально ниже. Рынок нефти 87-73. Вчера немного взбодрил нефтянку отчет по запасам, потому что запасы нефти в США снизились. Это позитивный фактор. Но опасения за перспективы роста на фоне крайне жесткой монетарной политики всех центральных банков мира. Это фактор, который компенсирует. В любой момент может стать причиной отката к прежним минимумам. Очень важное событие для рынка нефти это заседание стран ОПЕК плюс 5 октября. И если на этом заседании примут решение сократить объем нефтедобычи на 1 миллион, как в кулуарах сейчас обсуждается, вот тогда, друзья, мы с вами подключимся к трейдингу и нефтянкой и, наконец-таки, откроем длинную позицию. Мне очень хочется подключиться уже и начать детальнее анализировать новостной фон вместе с вами и пробовать на потенциальном восходящем тренде заработать. СНП по-прежнему смотрим вниз. Биткоин также ожидание дальнейшего снижения. Золото, которое мы с вами, в него поверили, как инструмент, который может очень быстро вырасти на усиление геополитических рисков. Так он и получилось. Минимумы вчерашнего дня 1617 даже пониже были долларов за тройскую унцию. И потом резкий рост почти на 50 долларов. Серьезный ралли, который доказывает, что если золото растет, то оно растет как следует. Поэтому давайте поддержим длинные позиции, особенно если вспомнить истории того, как золото может реагировать на факторы эскалации той же самой геополитической напряженности и может демонстрировать восходящую динамику на несколько сотен долларов. Все умеете считать, друзья, сколько это потенциальной прибыли. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!